Это Аарон и я тестирую для вас игры на Mac M1. Итак, сегодня мы займемся установкой первого клейка на ваш Mac с чипом M1. Внимание, этот способ без установки параллелс и кроссовера. Первое, что нам понадобится, это сайт MacSourcePorts. На данном сайте вы можете найти приложение порты для запуска старых игр на новых Mac. Ссылку на сайт, естественно, оставляют в описании. Сегодня мы займемся непосредственно старым и добрым первым Куэй. Находим нужный нам порт на сайте. Скачиваем. Та-дам! В загрузках находим наш скачанный DMG файл. Открываем. И переносим само приложение в папку загрузки. Итак, это все еще всего лишь вспомогательный порт. А самое главное, что нам потребуется, это установочный экзофайл. Вы можете скачать его с сайта Google Games. Можете скачать его из Steam. Можете украсть его у своего деда. Можете поступить любым доступным вам способом, который я не собираюсь осуждать. Мне все равно. Итак, файл у нас. Теперь нам нужно распаковать содержимое экзофайла. Я использую метод, о котором я рассказывал в предыдущем видео. Ссылочку текайте вверху экрана. Кому-то сперва показаться способ на том ролике может быть запутанным. Но на самом деле, все довольно просто. Вы делаете один раз, и после этого сможете распаковывать экзофайлы всего одной команды. Что весьма удобно. Повторюсь, ссылка на подробное видео с инструкцией вверху экрана. Ну что, после распаковки нашего экзоустановщика, заглядываем в папку App. Находим в ней папку ID.1 и выкидываем ее в папку загрузки. Важно, чтобы наши приложения Порт и ID.1 находились в одной папке. У меня это загрузки. Теперь открываем наше приложение, которое мы скачали в начале этого видео. И вот он, наш добрый, старый и замечательный Quake 1. Пожалуйста. Я, естественно, делаю окно на весь экран. Настройках ставлю максимальное количество FPS 1000. И вот она пошла-поехала. Игра моей школьной юности. Думаю, комментарии излишни. И что я хочу сказать насчет ремастера Quake, о котором мне писали в комментарии на одном из предыдущих видео. Этот вариант игры мне нравится больше из-за оптимизации и потому, что не нужно прыгать с бубном вокруг эмуляции винды. Но, скорее всего, я выпущу видео про все части Quake, включая ремастер. В скором, весьма скором будущем. Поэтому не теряем надежды, подписываемся, смотрим все мои старые видео, если еще не смотрели. И, как всегда, чао, побина, ёпта.